Я что-то не видел, чтобы принцы полки прибивали и забор там ставили. Меня раздражает мой мужчина, мне скучно с ним. Он не может мне слово в ответ сказать, идет прятаться в комнату. Проблема у меня? Ну да, проблема у вас. Проблема у вас, потому что вы живете с мужчиной, с которым вам скучно и который раздражает. Вам нужно просто понять, мужчина для вас кто? То есть он какую роль выполняет? Он для вас друг? Он для вас любовник? Он для вас хозяйственник? Он кто такой? Я все время говорю, что каждая женщина хочет сразу четырех мужиков. Как минимум. Она хочет, чтобы у нее был мужик гей. Гей это подружка, с кем можно поболтать. С кем поговорить можно, как с другом, обсудить какие-нибудь туфли. Вместе посмотреть кино. Обсудить, что там в моде делается. Нужна подружка, с кем можно пойти на шопинг. И чтобы он смотрел и вы показывали себе, как? Он говорил, слушай, хорошо тебе идет, надо брать. А вы говорите, а вот эту и это тоже бери. Как подружка действует, да? И чтобы он вам еще сказал, слушай, а пойдем еще в другой бутик. Я там видел классные туфли, тебе должны подойти. И многие женщины скажут, да это просто золото, а не мужик. Я хочу с таким по магазинам ходить, да? Вам нужен гей. Поболтать. Вот это вот вы хотите, да? Скучно, не можете поговорить, не о чем. То есть вам нужен подругайка такая. Это первый мужчина, который ему нужен женщине. Второе, конечно, любовник ей нужен. Ей нужен мачо, такой жеребец в постели, который будет ублажать ее. Ну, хорошее желание, нормальное, в принципе, ничего такого страшного нет. Второе, мужик ей нужен. Ну, первый, гей и любовник, понимаете, они не совпадают немножко. То есть гей у него, он не интересуется сексуально, а любовник, он как бы не интересуется шопингом, ему ничего не надо это. Третий мужик, который женщине нужен, это папик. Ну, папа, который усадит ее на коленочки и скажет, ну, что ты, миленькая моя, иди сюда, я тебя погожу. Вот по головке тебе, давай я тебе платьеско куплю, тебе сандалики. Ну, все, ты там поговоришь с козыстью, а там с тобой происходит. Какие у тебя эмоции, давай я тебя позулею, выслушаю тебя. Тебе же нужно выговориться со мной, ну, иди сюда, моя маленькая такая. Нужен папа? Конечно, нужен. Это третий уже мужик. Ну, и четвертый, который нужен, прораб. Ну, мужик, который, знаешь, как бы там полочку прибьет, там, розетку отремонтирует, правильно машину починить, стирать. То есть, такой универсал такой, как бы муж не на час, а на 24 часа все время, который все умеет, все знает, все, как бы, во всем разбирается. Такой, тоже, как бы, ну, чтобы выполнял такую, ведро вынеси там, там, полку прибей. Вот это все. Да, четыре мужика вам нужно, но при том, вам не четыре нужно, а все в одном нужно. Да, миленькая моя. Ну, такого не бывает. Ну, просто нужно что-то выбирать, что важнее для тебя. Папа, прораб, любовник или подружка. Понимаете? Ну, какие-то две можно, ну, максимум три роли. Ну, идеальных-то не бывает. Ну, а принцы только. Принцы, ну, принцы, они с прорабами у него хреново. Вот, я что-то не видел, чтобы принцы полки прибивали и забор там ставили. Вот, это, как правило, там, хозяйственный. В зависимости от того, где в деревне бабам, женщинам, нужен прораб. И хрен с ним, что он в постели хреновый. И хрен с ним, я не буду с ним обсуждать, какие я буду тулуп какой выбирать и сарафан в местном сельхозе, сельхозмаге. Да, мне похрену. Главное, чтобы он забор поставил, вот, травы накосил и смог дерьмо убрать от коровы. Вот, это самое важное, правильно? В городе, если женщина интеллектуальная, ей нужно, чтобы он был немножко, ну, такой, гейстым парнем. Чтобы с ним можно было поговорить, пофилософствовать, чтобы он принимал. У кого, кто не прошел свои детские травмы, хотят папу. Они хотят, чтобы папа такой был заботливый, такой, как я, знаете, такой, милая голубушка моя. Ну, что ты расстраиваешься, давай я тебе сейчас помогу. А та-та всем вот этим мужикам, ты что, они такие плохие, их надо вот... Ты в следующий раз, вот, если тебя будет, Игорек тебя, бить тебя, ты это, приходи ко мне, я его отлуплю сейчас словами. Скажу, что, ты береги себя, ты что, ты достойный большего, бросай его нахрен, да, вот это вот как бы. Вот это ты хочешь от меня. Ну, поэтому вот я такой папик для вас, для многих заботливый. Так что вот, снисти ожидания. Нужно выбрать, что для вас важнее. Мужики тоже хотят четырех баб сразу одновременно. Не только сексуально, но они хотят, чтобы были, женщины отвечали разным критериям.